здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики рада встречи с вами и сегодня никак не могу обойти то событие которое произошло в российской федерации это выборы в государственную думу но я не хочу просто анализировать выборов государственную дум российской федерации хочу провести соответствующую аналогию с выборами прошедшими в этом году в январе месяце в казахстане и показать что эти два режима действует синхронно и против жителей этих государств конечно выборы это важно политическое мероприятие процедура избрания кого-либо открытого путем или закрытым тайным голосованием и выборы это наиболее распространенной формы участия людей в общественно политической жизни любого государства и конечно было бы очень правильно и хорошо для любого сообщества чтобы они были справедливыми открытыми и чтобы шла конкурентная борьба между политическими партиями по выборам главы государства парламента региона выбор является институтом функционирования политической системы политического режима и этот институт должен обеспечить их легитимность выборы проводятся для осуществления законного подтверждения в должности какого-то руководителя государства парламента понимаю что выборы можно рассматривать как эффективный институт цивилизованной политической конкуренции и государственного управления но к сожалению выборы прошедшие в российской федерации они на себе имели свой свою особенность во-первых голосование проходило не в один день как было раньше а в три дня и это конечно вызывало ну у меня по крайней мере недоумение почему три дня политический режим который установился в стране не только в россии но и в казахстане у нас к сожалению он определяет порядок и проведение это важно политическое мероприятие как выборы безусловно власть которая сегодня находится в режиме действующей власти стремится как можно дольше продлить пребывание свое во власти а народ живущий на бескрайних просторах того или иного государства конечно же хочет определенных перемен смены власти потому что народ ожидает при смене власти улучшение положения дел поскольку сегодняшняя ситуация не устраивает граждан не российской федерации не казахстана и это верхушка которая села в российской федерации в казахстане она купается в роскоши основная масса населения даже не способна покормить свою семью и обеспечить счастливое детство своим детям своим внукам это все очень сильно сегодня влияет на умы людей которые понимают что и казахстан и российская федерация это две страны которые обладают несметными природными богатствами и если эти природные богатства повернуть на пользу всех граждан казахстана и удовлетворять потребности всех людей как в казахстане так и в россии то понятно будет что из года в год будет улучшение положения дел и будет улучшаться жизнь граждан и доходы граждан естественно улучшаться атмосфера в обществе хочу отметить что те политические партии которые сегодня действуют в российской федерации это единая россия лдпр справедливая россия коммунистическая партия российской федерации это те партии которые сегодня позиционируют себя как они независимые партия но я твердо убежден и хочу лишний раз напомнить что это обыкновенная протопартия президента путина которые практически не имеют своей четкой программы борьбы за власть их устраивает то положение дел которые не заняли место под солнцем и это их устраивает но это не устраивает народ российской федерации все больше и больше идет протестов в том и другом регионе где народ высказывает свои мысли и ратует на отсутствие перемен в лучшую сторону естественно народ хочет жить лучше но к сожалению эти выборы еще раз показали что эти партии уверенно прошли тот пятипроцентный барьер но для того чтобы народ как-то успокоить и отвлечь внимание руководство российской федерации допустило 14 политических партий которые конечно же не является политическими партиями это прекрасно понимаем не по количеству членов партии не по тем программам которые они должны обнародовать и довести до своих избирателей естественно они являются еще раз подчеркнул про то партиями но это дает возможности отвлечь внимание людей смотрим на срез тех партий которые прошли в парламент и цик объявил итоги выборов добавилась одна единственная свежая как политики российской федерации говорит партия это новые люди но я на сто процентов уверен что тоже про президентская партия или про президентского толка которая образовалась только в прошлом году и я уверен она не может обрасти своими членами партии во всех регионах российской федерации и так нужно было что появилась новая партия чтобы еще раз отвлечь внимание людей я сразу вспоминаю действия казахстана в январе началась борьба за мандаты мажилиса депутатские мандаты точно также проходила и предвыборная и выборная кампания но дем выбор казахстана во главе с его лидером мухтаром и блязовым задался целью во что бы то ни стало добиться поражения партии нур-а-тан на этих выборах голосовать за кого угодно только не за партию нур-а-тан и поняв что партия не дым выбор казахстана не кушение будет зарегистрирована блязов предложил всем активистам двк пойти в сдп для того чтобы через партию сдп добиться победы от партии нур-а-тан но к сожалению партия у сдп срочно сдулась и сняли себя с выборов тогда дем выбор казахстана обратил свое внимание на кжол который тоже закрылась затем дем выбор казахстана обратил свое внимание на народную партию казахстана который точно также спрятались за партию нур-а-тан и практически власть сделала то что она хотела по итогам выборов а подсчет голосов казахстане цинично проходил при закрытых дверях когда не допускали туда наблюдателей а других политических партий движений и естественно нарисовали те проценты которые были необходимы власти и вновь эти три партии нур-а-тан а кжол и народная партия казахстана получили свои мандаты и вновь вершат все свои дела в парламенте казахстана принимают антинародные законы примерно такая же ситуация происходит сегодня и в российской федерации но российская федерация немножко с опозданием провела опробирование электронного голосования которое собственно говоря и позволило власти провести свою политику особенно город москва который проголосовали электронно и когда вдруг неожиданно отключили все системы какое-то время электронное голосование давни выдавала никаких данных а когда включилась вновь электронное голосование в работу топовый получилось что львинная доля голосов города москвы ушла за единую россию я вспоминаю 2004 год казахстан когда было с помпа объявлено что сегодняшнего дня мы будем пробовать электронное голосование системы а из соля у я помню какое-то такое воодушевление было что народ воспрянул духом что вот электронное голосование возможно будет обмануть подтасовать я помню даже сам пришел на избирательный участок и одним из первых проголосовал электронно так сказать но когда я приехал к себе в кабинет раздаются телефонный звонок я снимаю трубку говорит представители кнб казахстана но опасаясь наверно что его будут подслушивать даже эти люди боялись того что их будут послушать в казахстане он не говорит вот на таком то номер такой то у тебя почему-то опережает я не знаю я не слежу за этими вещами поскольку на избирательных участках непонятно на сегодняшний день кто как проголосовал когда итоги подведут тогда будет ясно он мне говорит но ничего мы поправим этот вопрос и вот тогда еще 2004 году я понял что власти казахстана не нужно объективного правдивого результата голосования на выборах это важно политическом мероприятие которое дает право власти вновь быть во власти а главная задача это было фальсификации и поэтому применяли и это электронное голосование еще в 2004 году российская федерация в 2021 году тоже применил электронное голосование но в дальнейшем боясь того что раз комитет нацбезопасности вошел в эту систему соля у что любой другой хакер может войти изменить буквально все данные по выборам и конечно же султан назарбаев напугавшись этой ситуации отошел от электронного голосования и сегодня понимая то что народ хотел перемен а по итогам выборов в казахстане в российской федерации журавлик который народ думал что он его возьмет в себе в руки и возьмет образы правления как единственный источник силы в казахстане и в российской федерации и будет менять политику начнутся реформы перемены журавлик так и остался в небесах народ остался ни при чем как в том знаменитом фильме дураки остались дураках а журавлик снова в небесах я думаю что настало время действительно решительных перемен и необходимо добиваться регистрации политических партий что такое политическая партия это институт организации электората для достижения победы в этой гонке что называется выборы к сожалению те партии которые могли бы составить здоровую конкуренцию существующему сегодня режиму и порядку они не регистрируются ли принимается в казахстане сегодня власть носится с какой-то демократической партией для того чтобы создать видимость чем плохи эти партии тот же на кжол те же народная партия казахстана тем что они совершают преступления по отношению к народу казахстана они создают видимость иллюзию мирового сообщества что казахстане есть плюрализм мнений есть объективная конкуренция есть политическая борьба независимых политических партий а на самом деле этого нет естественно народ должен обнажить все эти моменты что в россии что в казахстане я думаю пока во власти вот эти режимы которые сформировались и действует казахстане в российской федерации ничего практически в пользу тех демократических реформ и реформ в экономике не будет происходить поскольку руководство этих государств казахстана российской федерации устраивает положение дел и их дальнейшее пребывание во власти дорогие мои друзья уважаемые подписчики не забывайте ставить лайки и делиться моим роликом со своими близкими чтобы как можно больше людей узнала правду о тех ситуациях о тех политических мероприятиях которым я сегодня сказал и до новых встреч в эфире